Здравствуйте, а сегодняшняя эпидемиологическая ситуация в республике, пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители республики Сахая-Кутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется новыми выявленными случаями в количестве 95 в целом по республике. Основное количество случаев 59 выявлено в столице нашей республики. 6 случаев в Мигна-Кангаласском, 5 в Вилюйском, по 4 случаев в Мирненском, Нерингринском и Венобытантайском. Особое внимание еще раз обращаю на Венобытантайский улус, который, к сожалению, у нас достаточно долго являлся чистым улусом, но в последнее время мы усилили там и, соответственно, медицинское обеспечение, и, соответственно, все меры по тому, чтобы ковид не распространялся дальше. По 3 случая зарегистрированы в Хангаласском и Чуропчинском улусе, по 2 случая в Алданском, Намском, Мусе-Алданском и 1 случай в Устьянском улусе. Уважаемые жители республики Сахай-Кутя, на карте появился ковидный карте и достаточно долго стоящий чистым Устьянский улус. Основной завоз, основная инфекция, основной вирус у нас приходит в результате завоза. В связи с чем необходимо оперативным штабам районов и самим гражданам достаточно четко отслеживать свое поведение в вопросах передвижения и, соответственно, распространения инфекций. За сутки лабораториями республики проведено 3239 исследований. Всего с начала пандемии в республике у нас обработано 1 млн 175 тысяч 950 тестов. Уважаемые жители республики Сахай-Кутя, вчера был издан указ главы республики, по которому режим повышенной готовности, введенный в марте 2020 года, продлен по 15 июля 2021 года. Относительно продления режима необходимо обратить внимание на то, что у нас сохраняются все ограничения, которые действуют, однако вводится ряд новых ограничений. Одно из них направлено на то, что в аэропортах республики Сахай-Кутя, таких как Якутск, Мирный и Удачный, это сегодня те аэропорты, которые принимают иногородние рейсы. Будет производиться термометрия пребывающих и сведения о гражданах с температурой выше 37,1 градуса направляться в Роспотребнадзор и медицинские организации. В связи с этим гражданам, которые, соответственно, будет после прилета соответствующий вызов или звонок с Роспотребнадзора или медицинской организации, хотелось бы обратить ваше внимание, это связано с тем, что термометрия может показать повышение температуры. Второй момент, связанный с ограничением, он связан с защитой наших детей. Вы знаете, что в республике установлен ряд мероприятий, направленных на защиту детей до тех пор, пока не будет начата процедура вакцинации детей. А на настоящий момент проводятся исследования, направленные на то, чтобы вакцина распространялась и на детей. Поэтому в целях защиты детей с указом установлено. Дети до возраста до 14 лет не допускаются к самостоятельному посещению торговых центров и рынков предприятий общественного питания без сопровождения взрослых. Такая мера направлена прежде всего на то, чтобы непосредственно подконтрольность детей, по сути дела, тоже не давала возможности распространения вируса. К сожалению, в ряде лагерей, которые открываются на территории Республики Саха-Якутия, фиксируются случаи заражения детей и соответствующие меры Министерство образования принимает. Вы знаете, что в ближайшее время на территории Республики пройдут два мероприятия, которые идут по особой установке по указу главы Республики Саха-Якутия с оговоркой и соблюдением санитарных протоколов, которые подписаны на территории. В связи с чем, общее правило, существующее для проведения ИСХ, Ланхо и, соответственно, Игорь Манчары, является вакцинирование и участников, и населения территорий там, где это осуществляется. В Республике продолжается вакцинация населения. На 25 июня 2021 года в Республику уже поступило 214 117 доз вакцин. Провакцинировали мы по 198 тысяч, у нас провакцинировалось 70 человек. Использовано 92% от общего числа вакцины, поступивших в Республику. Но только что нам сообщили, что поступило еще дополнительно 6 600 доз вакцин. Основная вакцина, которая непосредственно есть в медицинских учреждениях Республики, это вакцина «Спутник». Необходимо обратить внимание на то, что еще раз обращаем внимание на граждан Республики Саха-Якутия. Начинается пора летних отпусков. Ряд субъектов Российской Федерации объявляет об определенного рода ограничительных мероприятиях на территории своих субъектов. В основном все ограничительные мероприятия сегодня в Российской Федерации связаны с наличием вакцинирования и соответствующего сертификата или QR-кода. В связи с этим при планировании своих отпусков, при планировании того места, куда вы собираетесь соответственно в отпуск, в обязательном порядке посмотрите действующие на этой территории правила и ограничения в целях того, чтобы не допускать в последующем проблем, которые будут связаны с недопуском на эти территории, либо с необходимостью разрешения ситуации в ином порядке. Уважаемые жители Республики Сахая-Кутя, в адрес оперативного штаба главы Республики правительства поступает достаточно большое количество обращений, связанных с иными порядками работы общепита. И, соответственно, вы знаете, что у нас общепит находится на ограничениях, которые устанавливают ограничения по их времени работы. На настоящий момент с предпринимательским сообществом проведены соответствующие консультации, после чего будет, в том числе согласованно с РПН, издан указ о порядке работы организации общепита. Спасибо.